Здравствуйте, меня зовут Карина Кузнецова. Я художник и руководитель творчества мастерской Карина. Совместно с КРУ «Культурный код», книга «Открытость добротворчества» и при поддержке Российского фонда культуры мы реализуем проект «Старые сказки в новом веке» и приглашаем вас в удивительный мир художественных техник и направлений, а также в сказочный мир русского фольклора. Сегодня мы с вами познакомимся с техникой «Зеркальная монотипия». Мы уже говорили с вами, что монотипия переводится как техника одного отпечатка и что ее создание приписывают итальянскому художнику 17 века Джованни Кастальони. Зеркальная монотипия может по праву считаться вариацией на тему монотипии, так как эта техника достаточно проста. Этой техникой пользуются даже в детском саду, так как справится с ней даже совсем маленький ребенок. Итак, что же это за техника такая? Для того, чтобы делать работу в технике «Зеркальная монотипия», вам понадобится лист бумаги. Складываем его пополам. На одну часть наносим краску. Потом закрываем и проглаживаем. Открываем, получается зеркальный отпечаток. Тут нужно включить свое воображение. Я увидела бабочку и дрессовала ее. А что получится у вас, обязательно поделитесь. Итак, ребята, сегодня мы с вами будем работать в технике «Зеркальная монотипия». А разговор у нас сегодня с вами пойдет про сказочных птиц русского фольклора. Наверное, мало кто не знает такую знаменитую птицу из русских сказок, как «Жар птица». Эту иллюстрацию я рисовала для курса, который проходил в моей творческой мастерской «Сказочные существа русского фольклора» в 2018 году. Там мы изучали с ребятами сказочную иллюстрацию и брали за основу Вилибина и Воснецова, как русских классиков сказочной детской иллюстрации. Сегодня же мы с вами разберем не только птицу, «Жар птицу», но и других сказочных птиц. Каких вы знаете, напишите мне, пожалуйста. «Жар птица» — это сказочная птица, персонаж русских народных сказок. Ее оперение сияет и переливается, и светится в темноте. Когда она поет, из-за ее клева сыпется жемчуг. А пение птицы излечивает больных и даже может задернуть зрение слепым. Питается она золотыми яблоками, которые дают бессмертие. Птица сирен. От головы до пояса — это женщина несравненной красоты. От пояса же она птица. Пение птицы сирен настолько прекрасно и чудесно, что человек забывает обо всем на свете. И даже может лишиться рассудка. Вот такая это интересная птица. А самое удивительное, что наша сказочная птица сирен очень похожа на древнегреческих птиц, которых звали сиренами. Ведь они тоже от головы до пояса были прекрасными женщинами, а от пояса — птицами. И их пение было тоже столь прекрасно, что притягивало к себе. И люди, заслушавшись, погибали. Вот такие удивительные птицы. Есть в русской мифологии чудесная птица алконост с женским прекрасным обликом. Живёт она на острове Буяне и ничего плохого человеку не делает. Напротив, на поле сражения она оплакивает погибших. Но настолько прекрасно её пение, что человек, услышав его, может потерять рассудок. Поэтому пение птицы алконост так же пагубно для человека, как и пение птицы сирен. Есть ещё в русской мифологии стротин-птица. Это огромная птица. Живёт она на море-океане. Она представляет собой архетип матушки-природы. Кричит птица, страшная буря подымается. Крылом поведёт, волнуется море-океан. А если полетит стротин-птица, так закроет собой весь белый свет. А сейчас я расскажу вам о самой любимой мной птице русского фольклора – птице Гамаю. Публик у неё прекрасной женщины, а тело – птичьи. Родилась она одномоментно сотворением мира и целью и задачей напоминать людям о ценностях бытия. Это мудрая посланница славянских богов, предвестница счастья. Крик птицы Гамаю приносит удачу. Мудрая птица Гамаю всё на свете ведает, всё обо всём знает. Открыто ей и прошлое, и будущее. И знает она всё, кому что на веку написано. К ней было принято ходить за советом. Рисовать мы сегодня с вами будем птицу Гамаю. Использовать для этого мы будем техники зеркальной монотипии, техника штампа и техника аппликации. Для работы нам с вами понадобится акварель, гуашь, карандаш, шлифломастеры, кисти, клей-карандаш, ножницы и бумага. Бумагу я вам советую взять плотную, 200 грамм на метр квадратный формата А3. Ну и, конечно же, малярный скотч. А для техники штампа вам понадобится картошка, морковка и ножик. Лучше работать со старшими, попросите вырезать штамп у кого-нибудь из-за взрослых. Смотрим мастер-класс. Техника зеркальная монотипия, штамп, аппликация. Тут нам понадобится акварель, кисти, фломастеры, шлифтные карандаши, малярный скотч и лист бумаги. Я выбрала горизонтальную ориентацию листа. Согнула лист пополам, закрепила половину листа малярным скотчем. Работая акварелью, делаю голубой фон. Постарайтесь использовать побольше воды. Когда фон голубой у меня готов, коричневым цветом делаю половину ствола дерева и несколько веточек. Живым цветом намечаю объем кроны. Сгибаю лист пополам и хорошо проглаживаю. Получается у нас зеркальный отпечаток. То есть зеркальная монотипия. Для техники отпечатка возьмем картошку или репку. Я разрезала репку пополам и вырезаю в ней орнамент. У меня это будет цветочек. Заранее я вырезала листики из морковки. Берем морковку и, используя желтую-белую гуашь, я печатаю снизу листики. Используя оранжевую краску, я делаю листву на дереве. Кистью темно-коричневым цветом я обвожу контур дерева. Использую вырезанный заранее штамп-завиток. Желтой-белой гуашью я печатаю солнце и несколько элементов снизу. На штамп цветочек я наношу желтую и красную гуашь и печатаю снизу цветы. Так будет ярче. Маленьким штампом, вырезанным из морковки, допечатываем листву на дереве. Мне захотелось, чтобы на дереве сидела птица Гамаю. Это такая сказочная птица с головой прекрасной женщины и телом птицы. На плотной бумаге карандашом я рисую силуэт птицы. Кломастером обвожу его и резинкой стираю карандаш. Цветными карандашами раскрашиваю птицу. Я решила взять холодные цвета, зеленый, голубой и желтый. Для того, чтобы на нашем оранжевом дереве эта птица смотрелась контрастнее и хорошо была видна. Щечки и губки птицы я решила сделать розовые, а глаза голубые. Маленьким штампом решила напечатать перышки. Ножницами вырезаем птицу и черным фломастером обводим весь контур. После того, как акварель и гуашь полностью высохли, светлыми карандашами я добавляю объем нашему дереву. Коричневым цветом я подштриховываю веточки и ствол дерева. Оранжевым и коричневым карандашом я обвожу листики на дереве, так они не становятся ярче и контрастнее. Синим карандашом я решила подштриховать дерево, а то добавила я ему дополнительного объема. Птицу гумаю размещу на верхней верхней. Для этого просто приклею ее с помощью канцелярского клея. Обвожу солнышко желтым и оранжевым карандашом. Я довольна работой. Последние штрижки и снимаем малярный стуч. Вот такая замечательная работа у нас с вами получилась. Мы сегодня изучили технику зеркальной монотипи, техника штампа и техника аппликации. Для того, чтобы оформить работу, ее нужно обрезать по выбранному вами формату. Обрезаем, вставляем, закрепляем. Я уверена, что у вас получится просто замечательная работа. Успехов вам, друзья! Ну что, мне кажется, получилась замечательная работа. Ребят, а хотите посмотреть, какие работы в технике зеркальной монотипи получились у ребят? Из библиотеки поселка Тортак Красноярского края. Когда мы проводили там мастер-класс в рамках проекта «Старые сказки в новом веке». Давайте посмотрим. Мастер-класс в рамках проекта «Старые сказки» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Познакомились мы сегодня с вами со сказочными птицами русского фольклора Ребята, я уверена, у вас тоже получатся классные работы Главное не бояться и пробовать новое Обязательно делитесь вашими работами в социальных сетях Отмечайте нас А мы в свою очередь поделимся с нашими подписчиками вашими работами Всем удачи и до новых встреч Пока